коллеги приветствую в последнее время огромное количество журналистов звонит спрашивает что будет с российским автобизнесом и в частности с дилерскими компаниями большое количество дискуссии собственниками дилерских холдингов куда идти что делать если у нас шанс выжить поэтому возникла идея записать мое видение о том куда мы идем куда придем самое главное и что нам нужно делать и очень кстати вышло видео записанное татьяна и григорьева который я безумно уважаю как профессионала как человек создавшую компанию существующие на рынке очень много лет и обучающую дилеров но в данном видео которое татьяна записала по поводу того что будет с дилерскими компаниями в будущем я со многим не согласен и поэтому я решил совместить разбор того что считает татьяна с тем что считаю я мне кажется что это должно получиться живее чем если бы это был просто мой монолог поэтому сейчас мы посмотрим татьяне на видео я буду останавливать комментировать в общем все как модно так сказать татьян если будет ответка будет буду только рад так что ну вот все короче поехали здравствуйте коллеги меня зовут татьяна григорьева сегодня 61 день с начала нашей новой жизни и я бы хотел с вами поделиться своей незанимательной арифметикой незанимательной арифметикой авторитейла и поговорить о том сколько автодилеров закроется в 2022 году почему я имею такую наглость так сказать все банально вы также знаете чтобы для того чтобы окупить дилерский центр нужно минимум 40 автомобилей понятно что разные дилерские центры от разных брендов зависит по-разному одним нужно больше других меньше но в среднем это 40 автомобилей и в прошлом году мы вошли с вами прям тютелька в тютельку по данным автостата мы продали 1 миллион пятьсот сорок тысяч и если разделить на количество дилеров то 477 автомобилей в год было на один дилерский центр следовательно занимательная арифметика начинается с того что мы знаем дано у нас 3223 дилера под по данным автобоса нашей статистики то есть всего в стране на 1 января было 3223 дилера один домик должен продать 40 автомобилей 480 автомобилей в год один домик должен продавать а вот теперь давайте послушаем прогнозы и наверняка вы все слышали да насколько наш рынок упадет и вот самые оптимистичные прогнозы что рынок упадет на 50 процентов и тогда мы с вами продадим всего 770 тысяч автомобилей 770 тысяч автомобилей если мы поделим на количество дилерских центров то получается то всего 239 штук в год на один дилерский центр и всего 20 автомобилей в месяц 20 автомобилей в месяц это бессмысленно это убыточно домики точно закроются значит такого количества дилеров нам не нужно и так значит давайте прям вот сразу и начнем анализировать 3200 дилеров данные расходятся автостад дают одни руа другие автобус 3 но тем не менее все цифры колеблются в интервале 3200 3300 но это речь идет не про домики как татьяна говорит не про дилерские центры это говорит это речь идет про франшизы и в одном дилерском центре может находиться несколько франшиз соответственно уже неверно считать таким образом что для окупаемости одного дилерского центра нужно 40 машин в месяц и это в общем в принципе спорный тезис потому что в разные времена разное количество машин потому что на рынке когда маржинальность позволяет зарабатывать в том числе на новых машинах история меняется и и количество машин должно быть меньше естественно что нужно сравнивать еще и сравнимые вещи потому что например для того чтобы там бывший мой дилерский центр mercedes в иваново был безубыточный ему достаточно было продавать 12 машин в месяц при 20 машинах месяц прибыль просто шкаливая для какого-то крупного дилерского центра в москве это совершенно несопоставимые вещи это понятно все но все накладывает на расчеты а сколько же дилеров уйдет потому что на самом деле но на мой взгляд это неправильно смотреть по средней температуре по больнице это так сказать с цифрами то есть уже я бы не считал пропорционально рынку хотя и согласен что рынок упадет до 700 70000 может быть даже меньше но не меньше 700000 то что уже 300 с лишним тысяч продали поэтому ну как бы за оставшиеся восемь месяцев с большой вероятностью с учетом тех стоков которые есть у дилеров с учетом того что поставки все равно будут определенно по определенным брендом то есть не будет прям такого ниже 700 тысяч но еще раз считать сегодня в расчете на просто штуки нет никакого смысла потому что есть еще брендовые составляющие есть другие но об этом чуть позже потому что татьяна тоже об этом будет рассуждать тогда берем самый оптимистический прогноз напоминаю 50 процентов что рынок упадет на 50 процентов не на 70 потому что были такие эксперты которые говорят что на 70 всего лишь на 50 770 делим на количество средних до 480 автомобилей чтобы была экономическая целесообразность этого бизнеса и получается что нам нужно всего 1604 дилерских центров ровно два раза даже считать не надо до 50 процентов значит ровно в два раза меньше дилерских центров должно быть как бы это печально не звучало но кто закроется на мой взгляд вот первым на выход нужно готовиться очевидно моно брендом и когда мы сейчас посчитали что же у нас за моно бренды это дилеры которые представляют очень знаковые хорошие качественные бренды такие как бмв и гуар ландровер мерседес и у нас в стороне больше 20 моно брендов то есть дилерских даже холдингов которые работали только с одним брендом например болтова трейд только с бмв панафта только с мерседеса вагнер только с ваговской группой то есть вот примеры дилерских холдингов которым сейчас будет ну перед ними будет просто стоять выбор да как нам закрываться куда им перри квалифицироваться чем им становиться потому что с их брендами у их перспективы как минимум в этом году никаких нет это вот прям на выход все те кто моно кто делали свои ставки на работу на лояльность одному бренду ведь иногда лояльность играет с нами злую шутку теперь ну по моему брендам абсолютно точно понятно что если бренд уходит с рынка а дилер был представителем именно этого бренда то официальным дилером этого бренда он перестает быть но с точки зрения тезиса выхода с рынка вот тут я категорически не согласен потому что моно брендов есть возможность остаться на рынке за счет того что они профессионально обслуживали именно свой бренд они знают про свой бренд все соответственно сервис у них возможно развивать но об этом тоже в конце поговорим куда двигаться с точки зрения про продаж автомобилей про с пробегом у них очень хорошие шансы закрепиться и сделать как точку по продаже именно сертифи там сертифицированных под себя под ну под своим брендом автомобилей своего бренда который но возьмем петровский да как у которого есть 6 дилерских центров рено но объявила о том что они покидают рынок продают свои доли крыгнутом с возможностью вернуться когда-либо но у петровского эти дилерские центры все разбросаны по разным локациям они не сосредоточены в одном месте соответственно это хорошая возможность сделать высокодоходный бизнес по автомобилям с пробегом имея хорошие локации имея два города там москва санкт-петербург имея возможность расширяться в разные сегменты это тоже об этом поговорим а что собственно говоря петровский уже активно делает вот поэтому на самом деле по монобрендом я быть так черного дни не рассуждал болт авто трейд да да только бмв но очень хорошая локация очень хорошие перспективы сделать из одной точки мульти брендовую точку по продаже всех был машин а из другой точки сделать специализированную точку по продаже сертифицированных бмв то есть в принципе сервис опять же остается клиентская база наработанная то есть ну вот я бы по монобрендом не делал таких однозначных выводов потому что на самом деле все равно надо индивидуально смотреть плюс конечно там речь идет еще есть закредитованности нет но здесь рынок в прошлом году очень сильно дилерам помог то есть очень многие расширили свои проблемы за полтора года такого золотого дождя расширили свои проблемы с кредитами и поэтому чувствует себя сейчас увереннее чем полтора года назад ну окей поехали дальше теперь есть рассмотреть наши великие холдинги то ситуация у них тоже очень такая неочевидная потому что вот наш бренд номер один рольф у них 21 бренд в портфеле 30 лет в прошлом году исполнилось рольфа так вот если посмотреть на из всех их 21 бренда кто реально остался и на что они могут сейчас рассчитывать это черри только черри дальше хендай ки и рено дает это все под вопросом ну то есть объем поставок который сейчас есть и хендай и ки и что там с рено и что там стоит и сильно непредсказуемо и эти домики сможет ли роль в 59 шоурумов находящихся в двух регионах прокормить на одном черри но я очень сильно сомневаюсь теперь давайте посмотрим ситуацию с ключ авто у ключ авто 32 бренды ситуация в этом смысле много лучше у них есть чинган черри джили ховал и также есть хендай ки и рено это также за те же скобки по крайней мере у ключа больше шансов удержаться но у них 101 дилерский центр по одним статистикам по другим на их же сайте написано 108 дилерских центров ну как вы думаете на 108 домиков хватит этих брендов этих поставок очевидно нет ситуацию мейджера у них 46 брендов еще лучше смотрите мейджер 46 брендов понятно что лада лада наше все хотя тоже до сих пор стоим черри джили ховал уаз газ и камаз также хендай ки и то есть мейджер здесь в этом связи выглядит более стабильно потому что и более сконцентрировано до более локализовано поэтому там переиграться мне кажется перри пересесть переобуться у мейджера получится лучше всего а ситуация с автомиром тоже такая достаточно на мой взгляд неоднозначная у них всего 19 брендов 46 дилерских центров понятно что есть лада черри джили ховал хунда и кия то есть казалось бы тоже есть на что опираться но и вот здесь вот то за что всегда эти бренды били за огромную региональную представленность сейчас на рынке новых автомобилей для них это может быть прям большим вызовом для чего им эти дворцы домики в огромных регионах где будет большие логистические проблемы когда брендов на эти домики не хватит следовательно на мой взгляд то есть как кто закроется ли у кого будут самые большие сложности это кому сложнее всего это монодилеры и огромные холдинги которые будут подчищать свои ряды они не закроются не нет ни в коем случае но им придется раза в три наверное 4 уменьшить свои дилерские центры или оставить их только как точка для выкупа автомобиля с пробегом теперь про про крупные холдинги дам очень хороший подбор 4 холдингов прям потому что они все друг на друга не похожи у рольфа на самом деле есть проблема потому что роль сконцентрирован на локациях в двух городах и и в этих городах внутри это тоже сконцентрированные истории то есть там возьмем ясенево где есть toyota lexus его ровен драйвер porsche но очевидно что даже если toyota остается то три дилерских центра совершенно не нужно для бизнеса по автомобилям с пробегом а сервис не не является сильной составляющей рольфа потому что компания продавала очень много машин и существенно занимала сервис предпродажной подготовкой поэтому те кто знает ситуацию те прекрасно понимают о чем я говорю значит поэтому да парольфу есть проблемы что делать с вот с разными локациями то что да там на ярославке hyundai mitsubishi можно продолжать заниматься hyundai если они остаются они скорее всего останутся и там площадку они сделали хорошую по автомобилям с пробегом то есть принципе это локация себя совершенно спокойно окупает но что делать с тем же ясенево или делать с магистральной или там с химками или там с пересечением када и аутуфи в кино то есть есть вопросы здесь я с татьяной согласен поэтому но будет интересно посмотреть как роль будет выходить из этой ситуации дальше ключ на мой взгляд что есть сильной стороной ключа во первых географическая разветвленность от сибири до сан петербурга и до юга до юга где тоже там несколько регионов на юге во вторых у ключа исторически все очень хорошо настроено с точки зрения сервисного обслуживания огромная клиентская база которая позволит собственно говоря тоже поддерживать компанию на плаву и искать замену каким-то новым брендом которые будут появляться при этом да у них существенно больше выбор брендов остающихся чем у того же роль а а региональная распределенность это как раз про был региональный арбитраж никто не отменял и плюс вот это ну как бы распыленность по регионам дилерских центров дает возможность как раз эффективнее каждую отдельную точку использовать для был дальше поехали major вот здесь у меня как раз очень большой вопрос да у них есть набор брендов российских но что делать с деревней на новой риге я честно говоря большой вопрос огромное количество зданий которые требуют содержания то есть но скорее всего часть этих зданий надо просто но под что-то другое переориентировать совершенно другой бизнес потому что то количество брендов которые там представлено тех которые ушли она существенная и что с этими зданиями делать но большой вопрос автомир вот здесь я вообще стане не согласен потому что на самом деле региональная распределенность автомира наличие большого количества брендов которые остаются на рынке для меня лично выглядит как наиболее успешным кейсом среди этих четырех компаний поэтому ну как бы если говорить про автомир то я бы поставил на первое место его с точки зрения выживаемости среди этих четырех на втором ключ но роль с мейджором наверное деле 33 3 4 место понятно что есть еще другие холдинги я просто к чему что каждый каждый холдинг нужно смотреть отдельности в отдельности на смотреть его распределение по территориям насколько эффективно отдельно действующая . его концентрация на на этой точке насколько там есть излишние площади него брендовые составляющие его сильные стороны насколько он умеет работать с клиентами на сервисе насколько у него продвинутые продажи автомобилей с пробегом поэтому всех под одну гребенку и грести точно нельзя это еще раз к тому что невозможно посчитать сколько дилеров как компании покинет рынок как франчайзе понятно что это посчитать достаточно легко можно просто взять список тех брендов которые уходят сто процентов взять список тех брендов которые приостановили деятельность и вряд ли ее возобновят ближайшее будущем соответственно их еще заминусовали как минимум на определенный период но мы говорим же про автобизнес целом они только про франчайзе и так подводя итоги не все не все так просто как как кажется и у моно брендов моно дилеров есть шансы сохранить свой бизнес до переформатировав до больше не являясь франчайзе дилером ну либо искать замену какую-то там среди китайских брендов то что среди них есть очень сильные игроки и ряд китайских производителей просто мечтали бы получить в свой портфель настолько сильного игрока у крупняка тоже понятно что это не значит то не здесь права не знает что они прямо вот фюрасы умерли будут сжиматься вопрос объема этого сжатия то есть если для автомира это сжатие будет меньше гораздо то для роль фото мы мейджера существенно больше ну я не беру там кредитную нагрузку и поведение банков потому что это надо с каждую отдельную компанию смотреть насколько она обеспечена там собственным капиталом но это не это уже так сказать тригонометрическая функция которая не для сегодняшнего видео поехали дальше ну дай бог чтобы я ошибалась очень бы хотелось ошибиться но я бы хотела тогда еще один аспект осветить здесь про историю с дистрибьюторами те дистрибьюторы которые остаются в россии по крайней мере сказали что остаются но мне кажется очень важно сейчас дилеров предупредить дистрибьютором сейчас имея логистические проблемы с доставкой и автомобилей и запчастей сейчас самое время задуматься о совершенно принципиально новых каналах взаимодействия с покупателями то есть сейчас вы просто будьте готовы к тому что онлайн продажа автомобилей напрямую взаимодействие дистрибьюторов оставшихся в россии будет просто расцветать это просто экономически целесообразно ничего личного просто бизнес поэтому уважаемые дилеры если вы делаете ставки на своих дистрибьюторов в надежде что они вас вытащат те кто здесь остался но как минимум следите за новостями и смотрите что эти дистрибьюторы сейчас будут здесь вынуждены готовить какие новые каналы продаж для тех немногочисленных оставшихся покупателей здесь смотрите с одной стороны безусловно тот негатив который накопился у потребителя по отношению к дилерам за те полтора года где когда коврики от 200 до 900 он безусловно толкает ряд ряд дистрибьюторов к тому чтобы налаживать прямую коммуникацию с клиентом но я в последние за последние два месяца пообщался с большим количеством дистрибьюторов большинство из них все равно мыслит даже наличие онлайн продаж вместе с дилерами кто-то договаривается с дилерами что вы подключаетесь к нам будете подключаться к нашим онлайн продажам если будете соблюдать правила игры не будете на навязывать клиентам сверх того но в нынешней ситуации сверх того навязывать уже не получится ну потому что дистрибьюторы подняли цены существенно выше чем упал рубль а точнее он сейчас уже и не упал а клиенты не готовы все это видите по трафику в шоурум потому что цены на продукты и прочие их затраты все равно растут мы даже будет ну просто про целевую аудиторию не та которая там последнюю копейку считает это цинично но они никогда не были покупателями новых автомобилей поэтому даже у целевой нашей аудитории есть напряга есть страх потери работы не поэтому в этом смысле конечно потребитель будет зажиматься и не готов переплачивать это вновь очевидно всем есть дистрибьюторы которые выстраивают онлайн продажи заливая стоки автомобилей дилеров к себе на сайт ну или планируют так делать поэтому на самом деле не все так просто решится дистрибьютору на таком рынке как сейчас на абсолютно самостоятельное плавание без дилерской сети будет очень тяжело в том числе потому что и финансовую нагрузку тогда придется ему нести полностью самому и выстраивать отношения с потребителями по по тому же закону защите прав потребителей ну то есть там много очень нюансов и поэтому я бы ну понятно что прямые продажи производителей никто не отменял и и в этом направлении во всем мире они двигаются но тем не менее это не есть угроза ближайшего будущего а мы сейчас живем в то время когда нам нужно смотреть на ближайшее будущее и принимать решение сейчас как перестроить бизнес понятно смотря куда мы идем дальше но поскольку по большому счету что будет через три года вообще никто не знает поэтому естественно лучше концентрироваться сейчас большей степени на том что делать в этом году в этом смысле я в этом году не вижу никакой угрозы со стороны дистрибьюторов через прямые продажи поехали дальше ну и наверно хорошая новость у те наши эти гиганты которые еще совсем недавно да и как мы делали итоговый клуб в декабре угрожали автодилерам такие как втб банкафта избиравто уже перестали нам угрожать потому что у них точно такая же ситуация как у дилеров и мне где взять новые автомобили негде взять автомобили с пробегом в таком объеме чтобы их бизнес-модель была экономически целесообразна поэтому они заворачивают свою активность если ушел конкурент значит кто-то должен этому радоваться но я не знаю насколько это будет хорошие новости для оставшихся в живых по поводу альтернативных альтернативных каналов продажи сбер авто банк авто и так далее да действительно им сейчас будет значительно тяжелее получать машины себе потому что принято при при ограничении новых машин смысл дилеру отдавать машину на сторону вроде бы нет другой стороны мы ведь я вижу что сейчас дилера опять начали пользоваться каналами которые там месяц назад не рассматривали поскольку это 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 не коммерческая история все-таки более такая общественная я могу они и в этом видео рассказывать это проект по обмену стоками дилеров которые запустила компания фрешафта который я сейчас не имею непосредственное отношение так вот месяц назад некоторые дилеры с кем я веду вел переговоры они скептически смотрели на то что а зачем нам меняться у нас и так машин не хватает а ваши мы там типа продавать не смогу как бы нам тяжело то сейчас это все начало прямо активнее все обсуждаться потому что даже свои машины они готовы попробовать выставить на сайт фреша чтобы либо получить лид либо чтобы мы ее продали потому что трафик резко сокращается поэтому найдутся те кто будет выгружать автомобили тому же сбер авто насколько это эффективный будет бизнес для сбер авто я думаю что по новым будет неэффективный потому что но объема они не получат с точки зрения был мое мнение как как было так и осталось полноценную полноценную историю пока из них никто не готов сделать потому что делать оля карвану они не готовы отправляться в поле с с выкупом собственно собственного стока они не готовы а жить только на чужом стойке где тогда какое-то существенное преимущество для покупателя то что ему кредит в личном кабинете оформили ну как бы да но это не не мега история поэтому здесь соглашусь с тезисом что как конкуренты они сильно поубавились в угрозе но тем не менее окончательно со счетов я бы их не списывал дальше смотрим следовательно чтобы закончить да вот а делать то что на мой взгляд есть у нас у дилеров до 2 основных направлений на которых прям нужно делать сейчас ставки и суммы способов пока у вас есть такая возможность ключевое ключевой мой message до перестать ждать потому что чем дольше вы ждете тем меньше шансов у вас переобуться останется пожалуйста вспоминайте про сервис и создавайте новые услуги для новые опыт для ваших клиентов на сервис удерживать парк вы еще сможете если вы конечно не будете задирать сейчас цены на запчасти и не срывать последнюю шкуру с клиентом типа последний заезд давай сожмем отожмем от него все и вспоминайте сервис в рассрочку когда-то мы об этом говорили и мне кажется сейчас это прям самое время для ваших клиентов удержать это тут знаете как и с одной стороны есть плохая новость вы думаете что ваши клиенты уходят в независимые сервисы но мы недавно общались с большим представительством независимых сервисов они это от нас клиенты уходят в гаражи то есть население беднеет поэтому сервис в рассрочку если вы это еще не делали не предлагали сейчас для ваших клиентов это может быть очень актуально что еще могу предложить вспоминайте когда раньше вы на своей площади сажали партнеров те которые умеют делать сложные ремонты которые умеют делать то что вы по каким-то причинам перестали делать предлагаете им даже бесплатно только чтобы они разместились у вас чтобы у вас был повод приехать к вам клиентам на сервис ну и вспоминайте еще такой сервис помните вы это точно уже слышали и знали аренда подъемника когда клиент приезжать со своим автомобилем хочет сам отремонтировать свой автомобиль дайте ему возможность это сделать это лучше чем ничего лучше чем закрыть пусть будет много разных видов сервиса для ваших клиентов по сервису действительно но это одна из составляющих стабильности нашего бизнеса и мы об этом уже я бы в этом уже говорил в начале что касается сервиса то здесь безусловно есть огромное огромное поле для развития давайте мы посмотрим я сейчас специально открою статистику которую предоставил александр груздев это груздев аналайс соответственно вот интересная история получается только если брать все машины заезды которые есть на рынке то на долю дилеров приходится около 15 процентов все остальное это не 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 дилеры но что интересно посмотреть а что как рынки других стран работают с ну кто кто работает с клиентами там больше кто меньше и вот здесь обнаруживается интересная интересная история в сша 30 процентов приходится на дилеров в ну китае 50 процентов в германии 26 и в россии напоминаю 15 так вот даже если взять самую нижнюю цифру из других стран 26 процентов или там американскую 30 процентов то получается что загрузку сервиса можно увеличивать в два раза можно начинать говорить о том что это менее эффективное но на самом деле нет потому что сейчас не будет давление со стороны производителя по стандартам и использованию запасных частей по объему выкупы оригинальных запасных частей можно искать альтернативы соответственно это уже существенно улучшает историю сейчас начинают знаю начнут спорить что мы на оригинале зарабатывали больше это вечный спор зарабатывали больше наскольки на 10 клиентов а можете обслуживать 20 клиентов посчитайте просто с точки зрения математики сколько на том и другом можно заработать соответственно с точки зрения емкости рынке рынка потенциал есть увеличение в два раза значит дальше что мы смотрим еще с точки зрения сервиса доступность запасных частей которая сейчас вы ну там многие знают особенно региональные дилеры я на днях как раз мы разговаривали с одним достаточно крупным региональным дилером который говорит у меня от станция просто ну запись ну невозможно записаться почему потому что у него склад запасных частей есть а у независимых он уже закончился а в гаражах его не было потому что они заказывали в момент приезда клиента до нужно решать вопрос в дальнейшей с дальнейшими поставками запасных частей и здесь конечно нужно суетиться здесь есть разные варианты поставка оригинальных запасных частей через ближний восток и турцию поставка запасных частей соответствующего качества до из того же китая понятно что одному отдельно взятому дилеру заниматься этим достаточно сложно и поэтому но те кто знает в telegram в телеграме есть телеграм-канал закрытый только для автобизнеса я не пускаю туда не журналистов не не своих друзей айти айтишников никого то есть там только автобизнес и там в том числе обсуждалась тема а почему бы не объединиться для закупки запасных частей к сожалению пока ситуация такова что что дилеры по-прежнему не готовы активно суетиться активно объединяться в том числе для вот такой истории поэтому подумайте потому что наличие запасных частей будет являться ключевым моментом в конкурентной борьбе с другими игроками этого рынка и здесь конечно нужно решать этого по этот вопрос с гораздо быстрее чем он решается сейчас поэтому насчет того что люди беднеют согласен соответственно надо пересматривать косты чтобы снижать себестоимость мест если и оставлять клиентов у себя расширяя эту базу напомню в два раза поехали дальше и второй огромный вид бизнес это авто с пробегом если вы успели подготовить свой персонал то конечно для вас тут открыты новые ниши особенно у тех холдингов у которых есть дилерские центры в разных регионах сейчас на возможности купить автомобиль в одном регионе чтобы продать его в другом это как раз может быть уникальная возможность для бизнеса но если вы не успели построить этот бизнес то сейчас конечно боюсь может быть уже сложно но главное над чем я вам предлагаю задуматься над скоростью скорость ваших предложений скорость и удобство решения для клиентов потому что вы здесь конкурируете с огромным числом перекупов которые как раз вас обыгрывают в скорости и в клиентском сервисе подумайте что вы можете сделать за счет вашей автоматизации за счет онлайн-сервисов возвращаясь и к сервису и запись онлайн и оценка автомобиля онлайн и возможность оплаты онлайн ну то есть все что у вас накоплено как ваш огромный опыт попробуйте здесь сейчас использовать но знаете как дэминг говорил выживание не является обязанностью надеюсь что выживут сильнейший удачи ну вот соответственно переходим к автомобилям с пробегом это моя любимая тема уже на протяжении больше года поэтому здесь могу сказать что что безусловно татьяна права что это направление становится мега важным для для дилеров она становится номер один на самом деле с точки зрения дилерского бизнеса особенно у тех у кого уже ушел дистрибьютор какие хорошие новости в в этом направлении хорошая новость заключается в том что потребитель все равно как бы он не ругал дилеров как бы он не не смотрел бесконечные видосики чудо чудо-влогеров он все равно больше доверяет дилеру нежели чем частному перекупу поэтому собственно говоря поток потенциальных клиентов дилерские центры всегда будет больше важно просто организовать эту эту историю для этого нужно ничего не придумывая посмотреть на то из чего состоит собственно говоря вот этот вот вторичный рынок вот эти 46 миллионов машин а здесь у меня есть подсказочка я тоже в телеге в нашей группе где где собрались представители автобизнеса и и выкладывал есть такая замечательная таблица автомобильного парка по годам его выхода в эксплуатацию так вот дилеры исторически смотрят своим взглядом это не всегда бойким тут татьяна права что перекупы как волки их им кормят ноги и поэтому они шустрее чем дилеры и этому стоит у них поучиться но тем не менее дилеры вот даже своей со своим ним не мега таким агрессивным подходом смотрит только на 22 процента рынка а на все остальные 78 процентов смотрят только единичные дилеры остальные вообще на них не смотрят да с этими машинами есть проблемы да эти машины зачастую такого технику в таком техническом состоянии что дилер не готов их продавать у себя на площадке выставлять у себя на сайте да потому что по ним могут быть проблемы с законом о защите прав потребителей но опять же не надо не придумывать ничего нового берем не вот не надо меня сейчас ругаться что там опять на америку очень похожие рынки очень похожие с точки зрения функционирования по процессам кармакс миллион триста машин в год два года назад продавал из них только 750 тысяч собственную розницу разбивая на две части кармакс и кармакс блю с точки зрения состояния но миллион триста и 750 соответственно 550 тысяч машин они просто сливали перекупом на своих аукционов почему потому что у кармакса с момента организации компании есть слоган мы купим любой ваш автомобиль и клиенты всегда знают что если мы нужно продать свой автомобиль или поменять его на другой был автомобиль они могут прийти в кармакс их какая бы у них машина не было им все равно предложат какие-то деньги они могут с ними не согласиться только 30 процентов приходящих кармакс соглашаются с ценой который предлагает кармакс но это 30 процентов трафика который к ним приходит и это 550 тысяч проданных машин перекупом на которых за ними зарабатывается сумасшедшие деньги я почему об этом говорю потому что не буду рекламировать сейчас там то что мы то что я делаю там своей команды я просто знаю что в этот бизнес пошли уже достаточно много дилерских компаний и поверьте мне они зарабатывают на на этих машинах хорошие деньги 20 процентная маржа на этих машинах это в принципе абсолютно не сложная история да вы сейчас скажете но как быть цена машины меньше поэтому в абсолютном выражении это не так много да но вопрос оборачиваемости этого стока а оборачиваемость этого стока в 45 раз выше чем оборачиваемость того стока с которым вы привыкли работать а теперь берем финансового директора и ставим у задачу по сравнить эффективность вложения капитала в то и другое направление и выясняется что ну совсем все не так интересно с точки зрения качественных машин но я утрирую конечно надо заниматься и теми и другими я просто вот и к этому а это рынок который существенно больше то есть дилеры сейчас занимают долю на на вторичном рынке по разным оценкам там автостад дает что-то около 15 процентов но они не видели определенных продаж которые дилеры не показывают дистрибьютором вы прекрасно знаете что мы не показываем все дистрибьютором что продаем я думаю что адекватная оценка за 21 год лежит где-то ближе к 20 процентам рынка но мы можем иметь 40 процентов рынка опять же в два раза увеличив 20 процентов рынка который можно приплюсовать это между прочим 1 миллион машин 1 миллион машин в год а потеряем мы сейчас 700 тысяч новых до разная стоимость разная наценка но тем не менее и там можно продавать финансовые продукты не надо мне сейчас говорить что сейчас их никто не покупает даже сейчас их покупают а процентная ставка мы знаем что ключевую ставку цен cb будет сейчас постепенно снижать и рынок кредитования если даже не вернется к тем показателям которые были до новой эры вот то с тем не менее он все равно живет и будет иметь значимое но на вторичном рынке конечно надо уметь продавать финпродукты надо уметь возвращать клиентов на сервис и возвращаемся к тому что как раз надо идти во 2 3 сегменты сервис в общем смотрите в чем принципиально я согласен с татьяной что выживут те кто будут суетиться бегать и искать возможности умрут те кто просто сидит и ждет к сожалению такие тоже есть но с чем я принципиально не согласен помимо ну конкретных мелких это то что мелких по пунктам то что мы проходили в течение всего этого видео с чем я принципиально не согласен что количество дилеров сократится в два раза вот здесь у меня все-таки оптимизма больше и поэтому собственно говоря наверное у нас и выражение лица разные вот поэтому делайте 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 и делайте и все будет хорошо а татьяне в любом случае огромное спасибо за то что она заставляет задуматься шевелиться многих вот и кстати еще раз поздравляю с днем рождения компании автобус желаю еще раз десять по столько же проработать на российском автомобильном рынке всем счастливо до новых встреч